При перегазовке давление не падает, стрелка не трясется. Слышали шелчок? Все, ребят, он зафиксировался, но этого мало. То есть еще такой скобкой обязательно фиксируются такие разъемы, боятся они. Поэтому мы еще оденем, еще оденем и фиксатор. Вот он у нас криком кричит, я неисправен. Но, друзья мои, на работу это практически не влияет. Друзья, всем привет, вы на канале Владимир Шнылев, Дневник от Диагноста. Вот, приехал у нас ВИЦ с просьбой помочь. Расскажите, пожалуйста, вашу проблему. Значит, запускается двигатель хорошо, что с горячего, что с холодного состояния. И появилась проблема про палкик-даун. То есть обороты возрастают, а разгона машины нет. Вот, ребята, видите, так, то есть, понятное дело. То есть подозрение, решили, что подозрение у нас на бензонасос, правильно? Да. То есть на давление в рамках. Либо фильтр, да, либо бензонасос. Ну, сейчас мы это как раз и проверим, ребят. Ну, что здесь, сняли воздушный фильтр, он легко снимается, очень довольна. Давайте замерим давление. Вот здесь очень просто все, ребят. Вот такая фиксатор, ну, как всегда, знаете, чтобы двойной. Сейчас мы располовиним, к сожалению, здесь сбросить невозможно будет, представляете, была бы. То есть придется, придется обливаться, ребятки. Придется обливаться. Жалко, но черти. Все, видите, какая жизнь. Вон она, видите, сукровит. Но я ничего не мог сделать. То есть если был бы шланг резиновый, я сейчас бы его передавил бы, его завели машину бы на полном газу. И давление бы в рампе сбросилось. Но здесь, к сожалению, пойду отмою руки от бензина, ребят. Ставим профессиональный манометр. Здесь сброс специально. Закручиваем, я постоянно его откручиваю, чтобы он, как говорится, не привыкал. И туда теперь лезем. Сейчас там начинаем вставлять. Придется, там опять руки мы. Ладно, поехали, ребят. Так, сюда что мы вставляем? Сюда мы вставляем... Спасибо. Сюда мы вставляем ответную часть. Ладно, так. А туда мы одеваем защелку полноценную. Так. Туда мы одеваем, понимаете? То же самое, то есть мы входим в разрыв. Вот так вот, ребят. Все. Так. Что такое, моя хорошая? Что ты специфическая такая? Почему не защелкивается? Ну ладно, мы подержим сейчас руками. К сожалению, там почему-то не фиксируется. Ну то есть длины не хватает. Сейчас товарищ заведет. Я придержу руками там и там. И посмотрим заодно. Нет, нет, нет. Я сейчас держать буду. Проблема в том, что, понимаете, нет фиксации. Проблема в том, что не там, не там нет фиксации. То есть разъем маленько не подходит. Диаметр подходит, а фиксаторы, поняли меня, чуть-чуть, чуть-чуть не подходит. Так, ну ладно, сейчас когда подойдете сюда, хорошо? Так, готовы? Да. Слегка зажигание включили? Да. Чуть-чуть стартер дали. Стоп. Хорошо, молодцов. Сюда идите. Ну вот, смотрите. 3,200. 3,300. Ну, в принципе, конечно, маловатенько. Должно 3,8. Нет, 3,300. 3,300 как-то. Сильтры идеальные. Раз стрелочка не дрожит. Ребят, давление идеальное. 3,3. При перегазовке давление не падает, стрелка не трясется. А раз... Лучше машину, пожалуйста. Раз стрелка не трясется... Вот, смотрите. Когда у меня... Когда у меня... И обратный клапан держится. Да. Ну, маленечко сбросил. Нормально. Когда у меня фильтр сзабитым, и стрелка дергается. То есть, расход через форсунки, и ее дробит, понимаете, да? И чем сильнее забито, тем сильнее дробит. То есть, здесь все, друзья, нормально. Так что, все-все пучком. По давлению проблем нету. Как вы заводите, скажите, пожалуйста, утром особенно машину? Ну, я вообще с этого, с брелка завожу. Я вот даю команду. Понятно. Нет, я так чему? Вы понимаете, есть машины, в которых давление, включая зажигание, и насос начинает работать. Понимаете, да? Только зажигание включили, и он отрабатывает. А вот у вас машина срабатывает только при стартере, когда стартер включается. Я вас понял, что вы сказали. Я в том, что... Вы видите, давление падает. И скорее... Ну, видимо, он у вас до конца не падает. Видимо, больше не падает давление. Вы поняли? Вот, видимо, до 2,9, там 2,5. Потому что, если он пойдет до низа, она сразу не заведется. Она сначала первый даст толчок. Она, понятно, да? Она не заведется, но она даст толчок стартеру. Секдоспионерная. Нет, нет, значит, тогда он до конца не падает. Значит, он... Если он, когда вообще не держит насос, он падает до нуля. И когда первый пуск, он не успевает, особенно на холодную, не успевает дать давление и запуститься. То есть, фарсунки впустую работают. Поняли меня первую секунду. Потом они, значит, давление нагнало, и он вторым запуском уже... Потому что система наполнена, она держится там 3,8 и завела. Вот, сбрасываем давление. Видите, держит давление. Ну, хорошая машинка. Сейчас мы сбросим давление. Смотрите сюда. Вон, видите, да? Сбросили давление. Чтобы разобрать там и систему надо. Зачем мне сливать? Вот она пускай сбегает сюда. И сейчас разъединим, все. Видите, еще и бежит. Нагревается уже вот в рампе. В рампе нагревается бензин. Бак открытый. Сейчас вытащим то, вставим то, и система у нас будет полностью соблюдена. Ну, все. Видите, перестало. То есть, нагрелся бензин, который в рампе. Замер сделали 3,3. Все. Очень просто. Видите, как легкий называется он. Быстрый разъем. Одеваем. Слышали шелчок? Все, ребят. Он зафиксировался. Но этого мало. То есть, еще такой скобкой обязательно фиксируются такие разъемы. Боятся они. Поэтому мы еще оденем. Еще оденем и фиксатор, ребят. Вот так одевается фиксатор. Разворачивается и защелкивается. Одеваем фильтр. Все, затянул. Посмотрите, пожалуйста, защелки. Сколько здесь? Четыре? Здесь нету, да? Я понимаю. А вы можете мне ошибки почитать? Конечно. Так. Я зажиганеца включил. Toyota Vitz. Vitz. Так, так, так. Ну, почему? Ярис. Ну, и все. Какая разница? Вы что думаете? Так и должно быть? Какой мотор? Знаете? 1KRFE. 1KRFE. Вот видите, а тут и невозможно сделать. Тут по двигателю главное, чтобы он был. Ну что, ребят, давайте посмотрим, что у нас здесь. То есть вопрос стоит, человек хочет почитать ошибки хозяина. Год 2006, я понимаю, да? Девятый. Нет. Вот видите, 2005 год, да? Ну, обычно на год. То есть 2006 года машина. Девятый просто документ. Я вас понимаю. Вы видите, да? Вы же... Дальше. Может, и был поменен. На более старый. Может быть. 1KRFE. Да. 123. Коробка STV. Понятно. Давайте посмотрим коды неисправности. Друзья мои. Ну, вот, пожалуйста, второй датчик неисправности цепи. Активный. Включаем его. Что мы видим, ребят? Вот он у нас он, понимаете, да? Вот у нас он. Вот он у нас он криком кричит. Я неисправен. Но, друзья мои, на работу это практически не влияет. Ну, давайте пойдем по параметрам, коли мы уж подсоединились, да? Ну, понятно. То есть это, будем говорить, цепная собака, охраняющая катализатор, ребят. И сейчас я вам покажу, почему он горит даже покажу вам. Давайте посмотрим, что меня интересует. Ну, вот видите, электродроссель 19, да. Да, где 12% как раз классно для запуска нашего ВИЦА. Раз. 97 килопаскалей. 100 килопаскалей атмосферное давление. Ну, то есть около 100. Отлично. Температура постояла 57. Тоже мне нравится. Что мне? Мне все нравится. Давайте попробуем с вами посмотреть, что мы можем здесь. Активирует реле, отсечки, вакуумная селеноид. Так, 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 так. Так, так, так. ИГР. Управление так. Управление вентилятором. Охлаждение. Давайте, допустим, даже. Слышите, да, ребят? Заработал вентилятор. Сейчас я одену выхлопную систему, ребят. И посмотрим. Заводим, пожалуйста, машину. Ну, вот, друзья, заработала наша машинка. Вот, я забыл сказать, что около 30 килопаскалей. Это вот обычно, нормально. Вы видите, 30 килопаскалей. Да, оно упало. Совершенно верно. То есть датчик, датчик абсолютного давления уже для меня исправен. Понимаете, да? Вот, здесь было 19, стало 16. Тоже. Лекодросьбе убавило. Хлостой ход сделал минимальным. Пошли дальше. Пошли дальше, друзья. Коррекции пока в норме. 103% не смешно. И долгосрочное около единицы. Вы понимаете, что творится, да? Замечательно, ребят. Так, ну и сейчас я вам покажу, почему горит щек, скорее всего. Дросьбе. А пока он не прогрелся. Вот, смотрите. Это вот первый лямбда-зонд. А вот второй, ребят. И вот давайте посмотрим на их работу. Все, уже первый цирконий заработал. Цирконий датчик уже первый. Заработал. Сказка. Смесь идеальная с тахометрией, ребята. То есть 14,7 килограмм воздуха и 1 килограмм бензина. То есть состав идеальный. Теперь ждем, когда проснется второй. Ну, к сожалению, видимо, с нагревом у него проблема. Что-то изменяется на втором датчике. Нет. Тишина? Ну, скорее всего, обрыв. Мой совет, пока ничего не паниковать. Или у вас иногда все-таки, иногда, иногда тухнет, да, у вас он? Да? Заглушишь, заводишь, он гаснет всегда. Нет, это понятное дело. Потому что нету... На ходу не гаснет? На ходу, конечно, он не гаснет. Только если заглушить и аккуратно запустить, то... Все правильно. Он же с мониторингом работает. То есть он не может понять... Он же сначала долго не работает с катализатором. В смысле, второй лямбда-зон. Он не прогрет. Поэтому он его не анализирует. Когда выключаете, он обнуляет систему. А когда потом поехали, он видит, черт возьми, нет активности, вы понимаете? Но здесь такое ощущение, что вообще каюк ему. То есть если он показывал хоть что-то, понимаете, как... Здесь каюк ему. Ну вот, ребят, диагностика проведена. Давление в норме. У этих машин нормальное давление 3,2. От 3,2 до 3,8. 3,3, то есть мы в допуске. Подозрение хозяина, что не работает бензон, отпадает. Ну а дальше уже в работу включается уже, будем говорить, вариатор. Потому что он говорит, она прибавляет, а она скорость не прибавляет. Ребят, значит нет переключения. Вы же понимаете? Раз мотор прибавляет, а коробка не реагирует, значит скорее всего это. Ну, огромное спасибо, что смотрели до конца. За лайки, за комментарии, ну за помощь, если есть возможность. С вами был ваш автодоктор Владимир Шнарев. Здоровья вам и вашим машинам. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok